Здравствуйте! Это программа День здоровья. Меня зовут Мария Ремезова и сегодня мы поговорим о здоровье головного мозга, о лечении межпозвонковых грыж, а также расскажем, как проходит в Тюмени обучение ординатора из ЮГРЫ. Тысячи жителей Ямала ежегодно проходят лечение в тюменских больницах. Среди них как взрослые, так и дети. В медучреждениях проводят высокотехнологичные операции, лечат сложные заболевания, а также диагностируют различные болезни. Почему жители Ямала выбирают для лечения Тюмень и как принимают северных пациентов, расскажет Дарина Халина. Процент стимуляции 100%, то есть, к сожалению, сердечко свое само не могло сокращаться. Сокращалось только под действием кардиостимулятора. Кардиостимулятор Ямальцу Мануру Абтрахманову установили почти 30 лет назад. Тогда у мужчины диагностировали нарушение сердечного ритма. Операцию проводили в кардиоцентре Тюмени. Сюда же мужчина ежегодно приезжает на осмотры. Мужчина продолжает вести активный образ жизни. Занимается в тренажерном зале, рыбачит и охотится. На обследование в кардиоцентр из далекого села Лабхари приехала и Зоя Спасенникова. У нее тоже установлен кардиостимулятор. Лечащий врач очень-очень понравился. Хорошая девочка. Такая общительная, приветливая, внимательная. Объяснит, как надо. Я приехала, сердечко у меня немножечко подшаливало, болело. А сейчас что-то, движение какое-то на лучшую сторону идет. За прошлый год в кардиоцентр обращались более 4,5 тысяч жителей Ямала. Около 3 тысяч лечились амбулаторно, остальные в стационаре. 300 были прооперированы и получили высокотехнологичную помощь. Мы очень широко работаем с пациентами, проживающими на севере нашей Тюменской области. Поводы для обращения могут быть самыми разнообразными. Это все заболевания сердца, в том числе нарушения ритма сердца, которые требуют хирургического вмешательства. На операцию в Тюмень приехал житель Нового Уренгоя. На протяжении нескольких лет Илью беспокоила заложенность носа. Всему виной искривленная перегородка. Пришел к этому сам, но направление мне дал мой лор-врач. Это недалеко. И по отзывам тоже. Очень много знакомых, товарищей, коллег делали именно в этой клинике плановую операцию. Конкретный пациент в рамках ДМС абсолютно планово поступил на оперативное лечение. Стандартный был прооперирован, пролечен с использованием эндоскопических технологий. Пройти обследование лечения в стационаре и сделать высокотехнологичные операции в Тюмени могут жители Ямала. Добавлю, что в рамках программы сотрудничества за пять лет в медучреждениях Тюмени и Югообласти прошли бесплатные обследования и лечения, а также получили высокотехнологичную помощь почти 26 тысяч жителей Ямала. Кроме того, программой предусмотрено строительство объектов здравоохранения. Так, в Югре введено в эксплуатацию 10 медучреждений, в том числе онкологическое отделение в Сургуте, Центр медицины катастроф в Ханты-Мансийске и стоматологическая поликлиника в Нягоне. А в этом году планируется завершить строительство центральной больницы в Нижневартовске. Тем временем будущие врачи из Югры по целевому направлению проходят практику в тюменских медучреждениях. Стажируются сейчас 19 человек, и семеро из них в этом году вернутся в родные города для работы медиками. О молодых кадрах в следующем материале. Александр Седых приехал на учебу из Сургута. Еще в девятом классе решил, что станет врачом. Поступил в Тюменский медуниверситет по целевому направлению. Сейчас молодой человек проходит ординатуру по офтальмологии в областной больнице номер 2. Ведет приемы, а в дежурные дни принимает пациентов экстренно. Под контролем врача-наставника уже проводит операции. План на будущее – вернуться в Сургут. Так как я целевик, я буду работать в поликлинике 3 года, нужно будет отработать. И думаю, параллельно брать дежурство, стационария. То есть я планирую все-таки в хирургии пойти. Ксения Сучкова из Нефтьюганска проходит ординатуру по специальности детская кардиология. Работает помощником врача в отделении кардиохирургии областной больницы номер 1. Девушка также обучается по целевому направлению. Перспективный специалист о выборе будущей профессии не жалеет. Это очень интересно. То есть ты можешь сидеть в ординаторской, считать рутинные интервалы на ЭКГ. Через секунду ты можешь бежать уже с реаниматологами, решать вопрос по поводу какого-нибудь сложного нарушения ритма. И еще через час ты можешь сидеть и обсуждать с хирургами совместно тактику ведения того или иного пациента с пороками сердца. Формат целевой ординатуры предусматривает совместную работу и медицинского университета, и плюс ведущие лечебные учреждения Тюменской области. Молодые специалисты осваивают не только общий подход к диагностике, к лечению пациентов, но и пользуются теми уникальными методами современных технологий в их реализации. Тюменский медуниверситет систематически проводит ярмарки специальностей для выпускников. В этом году они прошли в режиме телемоста с хмау-игрой и ямалом. Представители здравоохранения округов приезжали для очной встречи со студентами. Хотелось бы отметить достаточно большую тесную работу по взаимодействию и доведению информации об успешно освоивших обучение наших выпускников, вернувшихся на места в рамках договора о целевом обучении. Четкий, жесткий мониторинг целевиков он осуществляется совместно и университетом, и представителем департаментов здравоохранения данных округов. В университетах Тюменской области детей из округов учатся практически столько же, сколько и с юга. Безусловно, в юге есть свои очень сильные университеты, но традиционно к нам в Тюмень приезжают учиться ваши ребята. И поэтому я без преувеличения могу сказать, что это наши общие университеты, и их развитие важно для всех нас. Сейчас ординатуру в тюменских медучреждениях проходит 19 сельвиков из Ханты-Мансийского автономного округа. Семеро из них в этом году вернутся домой, чтобы оказывать медпомощь уже в своих родных городах. Тюменские ученые работают над средством от комаров и клещей. Они изучили влияние эфирных масел на активность насекомых. В течение года ученые ставили эксперименты для разработки эффективного и безопасного препарата. Существующие репелленты имеют неприятный запах и ряд противопоказаний, а тюменская разработка основана на эфирных маслах растений, произрастающих в нашем регионе. Она гипоаллергенна, уже готовы несколько рецептур. Сейчас специалисты выясняют, какая наиболее эффективная. Для нового препарата уже придумали название. У нас в работе сейчас название антишестиног, поскольку все насекомые шестиногие. Тут, конечно, возникает вопрос с клещами, потому что они восьминогие, и, соответственно, антивосьминог уже вызывает ассоциацию с осьминогом, а совершенно не с тем, с чем хотелось бы. Ну и вот, поэтому для антиклещевого препарата, видимо, мы еще будем продумывать название. Над данным проектом работают преподаватели нашего университета, а также студенты института фармации очень активно задействованы в этом. И мы всей командой очень стараемся создать что-то новое и, скажем так, доступное для нашего региона, для нашего населения, чтобы мы смогли конкурировать с зарубежными аналогами тех же репеллентов. После завершения работы над репеллентом ученые планируют начать разработку препарата от тараканов. Межпозвонковые грыжи встречаются весьма часто, и многие считают, что вылечить их можно только хирургически. Со слов врачей не всем показана операция, но где ее провести, если все же она необходима? Расскажем прямо сейчас. Владислав Ильмурзин теперь не понаслышке знает, что такое межпозвонковая грыжа. Все началось с боли в спине, затем онемела стопа. Мужчина обратился к врачу, и специалисты порекомендовали операцию. Сейчас Владислав готовится к хирургическому вмешательству. Товарищ просто тоже делал операцию, я как бы обратился, он мне подсказал, и я вот обратился в нефтяник. И попал вот в Геркул Юрьевич Александрович. Какой у вас настрой? Сложно описать. Первый раз в такой ситуации, просто первая операция, как бы нормальная, позитивная, никаких плохих мыслей, главное, чтобы, наверное, не было, и все спокойно. Со слов врачей заподозрить межпозвонковую грыжу можно по нескольким симптомам. Это боль в пояснице, ягодице, ноге, а не менее конечностей. Невролог принимает решение лечить консервативно, либо отправить на консультацию к нейрохирургу. Показаний к операции может быть несколько. Если у человека появилась парализация в ноге из-за грыжи, это прямое показание к оперативному лечению. Да, там могут быть тоже нюансы, может быть какое-то время пытаться консервативно полечить, но тут риски определенные уже имеются. Дальше это стойкий болевой синдром. Если у человека боль, три месяца и более, то тут тоже показана операция. Также бывают выпавшие грыжи, когда грыжа, у нее большой такой, так называемый секвестр, кусочек большой, существенный, который перекрывает спинномозговый канал. Как уверяют врачи, не каждая грыжа – показания к операции. В первую очередь медики оценивают качество жизни пациента, насколько патология мешает жить полноценно. Специалисты медсанчастия «Нефтяник» свели травматичность операций к минимуму, внедрив практику эндоскопическое удаление грыж. Выполняется через прокол, без разрезов. И на сегодняшний день мы выполняем практически 90% всех операций эндоскопически. Это все происходит только под общим наркозом, в условиях профильной операционной, где нужно специальное оборудование. Длительность операции может занимать где-то 2 до 5 часов в зависимости от технических сложностей. Но чем больше мы эту методику осваиваем, тем больше понимаем, что можно сокращать длительность операции до часа. В «Нефтянике» каждый месяц выполняют около 15 операций по удалению межпозвонковой грыжи. Но процесс выздоровления зависит не только от хирургического вмешательства, но и образа жизни пациента. Затягивать с операцией, если ее назначил врач, тоже не стоит. Это может закончиться нарастанием болевого синдрома, нарушением функций тазовых органов, а иногда и парализацией конечностей. А теперь к новостям мировой медицины. Нездоровая растительная пища, картофель, фруктовые соки, продукты с высоким содержанием сахара, очищенные злаки, способны провоцировать появление у людей беспокойства и депрессии. Такой вывод сделали иранские ученые. В то же время здоровая растительная пища, такая как цельные зерна, полезные овощи, орехи, фрукты, растительные масла, бобовые, не вызывало подобного эффекта. В исследовании участвовали более 2000 здоровых человек от 18 лет. Они должны были потреблять ежедневно от 800 до 4000 калорий и заполнять специальную анкету. Анализ анкет показал, что участники, потреблявшие много нездоровой пищи, чаще тревожились и испытывали симптомы депрессии. Международная команда ученых из Японии и Канады установила, что стресс может сильно препятствовать заживлению переломов. Исследование на людях показало, что восстановлению мешают определенные молекулярные механизмы, которые усиливаются в стрессовых ситуациях. Дело в том, что под влиянием психической травмы вырабатывается специфический фермент – тирозин гидроксилаза. Он-то и воздействует локально на кости. В итоге рост клеток хряща замедляется, препятствуя заживлению переломов. Диетологи рассказали о вреде горького шоколада для детей. Это лакомство – источник антиоксидантов, которые защищают организм от старения и онкологии. Но для детей он может быть опасен. Дело в том, что у них еще нет фермента, который мог бы расщеплять кофеин. Поэтому нервная система будет под угрозой. Попавший в организм кофеин нарушает работу рецепторов, и со временем человеку будет трудно ощутить бодрость самостоятельно. Врачи рекомендуют употреблять горький шоколад только взрослым. А мы ненадолго прервемся. Во второй части программы мы поговорим о здоровье головного мозга, подписании меморандума с кардиохирургами из Казахстана, а также ремонте медучреждений в Краснодоне. Скоро вернемся, не переключайтесь. Эта неделя объявлена неделей сохранения здоровья головного мозга. Каждый год, 22 июля, отмечается Всемирный день мозга. И так уже почти 10 лет. Официальная дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1957 году, в Брюсселе была основана Всемирная федерация неврологии, которая в настоящее время насчитывает более 120 профессиональных сообществ неврологов со всех стран. Сегодня в нашей студии главный врач областного лечебно-реабилитационного центра, заслуженный врач России Джина Лебедева. Джина Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие заболевания влияют на наш мозг? Головной мозг является основой для любого человека, потому что это командный орган, будем так его называть, он регулирует у нас и зрение, и слух, и эмоции, и движения. Все, что есть, всю саму жизнь нашу регулирует наш головной мозг. И поэтому, конечно же, любые вирусные инфекции, любые сосудистые заболевания, это и артериальная гипертония, это даже заболевания сердца влияют на головной мозг, это разные вирусы. Слосчастный наш ковид, который мы перенесли, он тоже очень сильно влиял на наш головной мозг. Также внешние причины могут быть. Это и травмы головы могут быть, да, и не только головы, но и спинного мозга тоже влияют, как бы, на здоровье нашего головного мозга. Поэтому причин различные воздействия на головной мозг огромное количество. Поэтому мы должны головной мозг нас беречь как-то. Скажите, с чем чаще всего к вам приходят пациенты? На первом месте, конечно, это церебровоскулярные заболевания. Это заболевания, связанные с сосудистыми изменениями, это энцефалопатия, это хроническая ишемия головного мозга, это пациенты, которые перенесли острые нарушения мозгового кровообращения, это пациенты с опухолями, ну и, конечно, с травмами. Удается поставить на ноги таких людей? Какие возможности у нас? Конечно, все зависит от того, во-первых, какое поражение было, от степени тяжести, зависит от того, в какой момент обратились пациенты к врачам, зависит от уровня поражения, да, насколько, от объема поражения и от степени функциональных нарушений. Огромное количество, вообще от самого организма человека, насколько сильный иммунитет, насколько сильный организм, потому что только в тандеме с пациентом врачи могут помочь пациентам. Не зря ваш центр называется лечебно-реабилитационным. Реабилитация очень важна. Реабилитация, она всегда важна была. Мы даже перед тем, как называться лечебно-реабилитационным, назывались больницей восстановительного лечения, потому что в тот период в номенклатуре как бы нормативная база была восстановительная. Потом решили, что это должно быть как реабилитация. Вот популяризация реабилитации, пока даже не было таких больших приказов нормативных, мы все равно двигались в этом направлении. Поэтому все неврологические пациенты, конечно, реабилитируются у нас на втором, на третьем этапе. Но в Тюменской области это вообще огромное количество учреждений, которые предоставляют услуги по реабилитации. Все учреждения дают и в стационарные этапы, и на первом этапе, и второй этап реабилитации, и третий. Сейчас даже во всех поликлиниках нашего города и нашей области, Юг-Тюменской области, имеются реабилитационные отделения, которые предоставляют помощь на третьем этапе реабилитации в условиях дневного стационара и амбулаторной реабилитации. Даже без оформления. Люди могут обращаться с различными заболеваниями. Можно ли выявить патологию головного мозга на ранних стадиях беременности? Да, конечно. Это очень хороший вопрос, потому что очень много генетических заболеваний, которые выявляются во время скринингов. Я призываю, конечно, молодых мам, будущих мам, которые беременеют, обязательно проводить эти скрининги, слушаться врачей и приходить в положенное время. Допустим, часть заболеваний генетически обусловленных, когда проводится ультразвуковое исследование, простите, и анализы берутся крови, это 10-14 недель беременности, и там могут диагностировать. Всем известный синдром Дауна. Как раз он диагностируется в этот скрининг и в эти сроки беременности. Есть заболевания, которые во втором сроке скрининга, как бы 20-24 недели диагностируются. И на ультразвуковом исследовании можно 100% уверенностью поставить диагноз. Ан-энцефалии, когда отсутствует головной мозг, например, в 100% случаев. И поэтому, конечно же, очень много заболеваний, которые можно диагностировать. Это и опухоли, кстати, тоже, конечно же, можно диагностировать внутриутробно. Мы с вами затронули тему ковида. Как же он влияет на наш мозг? Значит, какие изменения бывают? Это, конечно же, память. Изменения, нарушения памяти, когнитивных способностей. Ну, про обоняние, это тоже же центр. Есть периферическое, когда на уровне носа, будем так говорить. Искаженное восприятие, да? Да, мы не чувствуем, а он восстанавливается. И есть более глубинное поражение, когда на уровне мозга поражение идет. И тогда уже, конечно, восстановление позже. Или вообще не чувствуется, или плохо чувствуем, или искаженные запахи чувствуем. Это тоже все на уровне мозга. Это и энцефалопатия, которая, постковидная энцефалопатия, тоже очень распространенное заболевание. И ковид тоже мы реабилитируем. Можно любому человеку обратиться в любую поликлинику, лечебное учреждение свое. Есть порядок оказания помощи нашим пациентам. А есть ли продукты, которые могут защитить наш мозг? Да, конечно же. Мозг – это часть нервной системы. И мы прекрасно все с вами знаем, что из витаминов, например, что он любит? Витамины группы В. А витамины группы В – это цельнозерновая мука, допустим, да? Из которого хлеб пекут или там с долбу какую-то. Вот он необходим. Рыба, омега-3 жирные кислоты. Это жирная рыба и не обязательно это семга или дорогостоящая. Это прекрасная скумбрия. Кстати говоря, она содержит, наверное, даже почти больше, чем у семги жирной, омега-3 жирные кислоты. Огромное количество – это брокколи, шпинат. Они содержат антиоксиданты и входят в перечень. Вообще есть 15 продуктов, которые больше всего влияют на мозг. Это шоколад. Всеми любимый нам темный шоколад прекрасно действует на работу мозга. Грецкий орех. Орех грецкий, да. Он не зря еще форму мозга имеет. Это тоже, кстати, и брокколи тоже кучерявые, он тоже форму мозга. Некоторые продукты имеют форму мозга, на которую тоже влияют. Специи – это розмарин, это куркума. Говорят, что разгадывание кроссвордов помогает сохранить ясность ума. Да. Кроссворды – это небольшой кусочек нейробики. Да, нейробика – это, мы знаем, аэробика – тренировка мышц, а нейробика – это тренировка наших мозгов, потому что голова тоже, как мышца, требует тренировки. Так вот, кроссворды, не только кроссворды, помогают. Именно, опять-таки, про нейропластичность восстанавливать наши нейронные связи. Вообще, мозг – очень благодарный орган, и он любит, когда человек занимается не тем, к чему он привык, а к чему-то необычному. И он с удовольствием отвечает на это и улучшает. И помогает. Да, и помогает, и улучшает. Если мы, допустим, да, мы всегда приводим пример. Чистите зубы правой рукой, чистите левой рукой. Старайтесь чистить там нож, вилку поменяйте, старайтесь левой рукой нож держать. Если ходите на работу по одной дороге, попробуйте ходить по другой дороге. Все то, что заставляет нас немножко думать и воспринимать по-другому наше окружение. Нужно каждый день удивлять мозг. Да, вот как красиво сказали. Отлично. Лина Ивановна, большое вам спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо большое. Здоровья. В Сургуте первая женщина, заключившая контракт с Минобороны страны, отправилась в зону проведения спецопераций. Екатерина – сотрудник одного из медучреждений города. По ее словам, на линию соприкосновения она отправляется в память о подвигах своих родных. Дед и бабушка прошли Великую Отечественную от начала до конца. Коллеги Екатерину поддержали. Женщина понимает, в госпитале будет не легче, чем в отделении с тяжелыми пациентами. Но поступить по-другому она не могла. Решение у меня сразу возникло идти, как только началась эта спецоперация. Сперва я предполагала поехать в госпиталь, в который предлагали работать в Крыму. Вроде бы открывали там специальный набор был. Но пока я решила свои проблемы семейные, я решила все-таки идти именно туда, где нужнее. Из Тюмени в зону СВО отправят комплекты медикаментов на 250 бойцов. Заявки на них пришли от военных медиков сразу из нескольких тюменских подразделений. 57-го полка, добровольческого отряда «Барс» и именного батальона контрактников «Иртыш». Все необходимое оборудование и лекарства закупили на средства правительства Тюменской области и регионального отделения Союза женщин России. Антисептики, болеутоляющие, противоожоговые и кровоостанавливающие препараты – все, что нужно для оказания оперативной помощи. Сегодня на складе волонтеры формируют аптечки, часть медикаментов отправят в полевые госпитали. Кроме того, одно из предприятий Тюмени по спецзаказу сшило удобные медицинские сумки для санинструкторов. Одна из особенностей, что есть такие две красные лямки, что позволяет открывать сумку одним движением. Соответственно, специально молнию сюда вшили, ампульница расширенная, которая позволяет вместить до 30 ампульниц. Для того, чтобы санитар мог вот это все носить и организовывать медицинскую помощь непосредственно в медицинской яме, так называемой. Региональное отделение Союза женщин России под руководством Натальи Александровны Шевчик постоянно, многократно оказывает поддержку нашим бойцам на территории СВО. И этим самым мы хотим, чтобы наши ребята вернулись живыми, здоровыми и как можно скорее. Все комплекты отправят в тюменские подразделения на территории ЛНР уже завтра. Областная больница номер один и Управление здравоохранения Алматы заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в гуманитарной области. Касается это кардиохирургической помощи детям. Курировать направление будет главный кардиохирург Тюменской области Кирилл Горбатиков. Детская тюменская кардиохирургия в Республике Казахстан появилась в 2021 году. С тех пор прооперировано более 800 детей как в Казахстане, так и на базе ОКБ-1. Помимо тюменей операции проводились в Петропавловске, Актау, Павлодаре, Актюбинске. Все выезды были в формате мастер-классов по приглашению Министерства здравоохранения Казахстана. Данный меморандум позволит по целевому направлению оказывать кардиохирургическую помощь жителям Казахстана у нас. Взаимный обмен информацией. Есть чему поучиться у нас. Но поверьте мне, я был там месяц назад, я оперировал. Есть что перенять, какой опыт и у наших казахстанских коллег. Это первое. Во-вторых, это неизбежный поток больных, детей с врожденными пороками сердца, которым пока не оказывается кардиохирургическая помощь в Республике Казахстан. Мы приехали для обмена опыта в Тюменске в больницу. Мы тоже работаем в отделении кардиохирургии. Здесь в болезненской операции делается рентген-эндоваскулярным методом. Это очень хорошо, потому что нет разреза грудины. И послеоперационный период тоже это более благоприятно протекает. Операции для пациентов будут бесплатны. Их финансирование предусматривается за счет программы Минздрава Казахстана, либо за счет фондов. На этом наша программа завершается. Уже скоро мы вновь вернемся в студию, чтобы поговорить о здоровье и о том, как его сохранить. С вами была Мария Ремезова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин